Хорошо, пока у вас подгружается трансляция, я сейчас открою презентацию и пойдем дальше работать. А у вас пока как раз загрузится вебинарная комната, вы будете все видеть. Сегодня поговорим немножко о теме, которую я редко задеваю о маркетмейкерах, а вернее о том, почему по-прежнему большая, достаточно большая часть трейдеров имеет нестабильные результаты или стабильно нехорошие результаты. И немножко на примере работы маркетмейкеров мы рассмотрим это дело. У вас будет задержка примерно 20 секунд по времени. Вопросы можете писать по ходу вебинара в чате. Посмотрим, конечно же, в работе Таймору. Я понимаю, что это как раз то, ради чего большинство из вас, собственно, приходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, проставьте мне, пожалуйста, сейчас плюсики, опять же в чате, что все слышно и видно. И будем двигаться. Так, ребятки, мне нужна от вас информация, видно? Все видно, да? Хорошо. Ну, поехали. Давайте посмотрим, в принципе, такой момент, то, о чем я хотел сегодня поговорить. Да, конечно же, есть целый набор стратегий, которые я могу просто включить. Ну, например, вот эта стратегия, которая будет работать только на покупку. У меня есть бэктестер, давайте посмотрим, как происходит работа и посмотрим в работе, что делает робот. Да? Ну, вот смотрите, я сделаю паузу сейчас, мы видим. Открыта позиция по еврофранку на покупку, на баню. Открытая позиция по австралфранку снова на покупку. Сразу скажу, что с точки зрения работы маркетмейкера, любая позиция, какую бы вы ни открыли, не является неправильно открытой, если у вас есть правильные принципы работы, то есть, если вы понимаете, как это все функционирует. Сейчас это все идет в ускоренном режиме времени. Ну, давайте я буду делать как бы то, что делал бы маркетмейкер. Что такое маркетмейкер? Маркетмейкер – это брокер, который работает против вас. Это в упрощенном варианте. Для маркетмейкера, в принципе, не существует понятия убыток. Для него существуют только риски того, что может случиться что-то более экстраординарное, к чему, собственно, вся эта индустрия привыкла. Такие моменты бывают в трейдинге, но бывают они крайне редко. И чтобы вы понимали, о чем я говорю, небольшой рисуночек, который четко покажет разницу между тем, что делаете вы в большинстве в своем случае, и тем, как зарабатывает маркетмейкер. Могу сказать, что вы все прекрасно понимаете, наверное, что маркетмейкер практически всегда в плюсе. Мы сейчас разберем, почему. Смотрите. Классический вариант поведения трейдера, если происходит вот такое движение. Здесь трейдер, практически все трейдеры здесь покупают. Собственно, мы именно этих движений и ждем. Мы выставляем стоп вот где-то в этом уровне, на этом уровне. Здесь мы покупаем. На откатах мы опять же доливаемся на бай и так далее. Но я хочу, чтобы вы мне ответили на один простой вопрос. А кто же нам продает вот это все? Вот здесь, когда мы покупаем, мы здесь покупаем. И не только мы. Вся толпа покупает. Вопрос, кто это нам продает? Знаете ответ на этот вопрос? Пишите в чате. Кто продает, когда все покупают? Мы же где-то должны как-то эти сделки закрыть. Так вот, продает нам именно банк, маркетмейкер или у вас брокер? Надо сказать, что практически все брокеры, у которых мы открываем счета, открывают позицию против нас в 100% случаев. Даже если они говорят, что там есть там нодеринг-дест, там все выводится на межбанк и так далее, по большому счету это слабо соответствует действительности, потому что они и есть этот межбанк. Вот это вот все, все вот эти сделки заключаются внутри вашего брокера. Ваш брокер является для вас маркетмейкером. Ваш брокер дает вам спред, показания спреда. Он может вам дать плюс 1, может дать плюс 4 в моменты, когда происходит вот такая болтанка, вот такая волатильность и так далее. И сейчас я хочу акцентировать ваше внимание на том, что происходит, что бы делал маркетмейкер вот здесь. Вот давайте проследим конкретно за позицией Австрал Франк, которую робот открыл. Я поставлю работу робота на паузу. То есть он не будет открывать новых позиций. Что здесь делает маркетмейкер? Я повторяю, маркетмейкер покупает. Каждый раз, когда вы продаете, маркетмейкер у вас покупает. И работает... Кстати, ответьте мне, пожалуйста, еще на один вопрос. Кто дает вам плечо, с которым вы торгуете? Вот у вас же есть плечо. Торговое плечо, например, 100 к 1. Вы можете попросить и 200 к 1. Кто это плечо вам предоставляет? Какие есть варианты? Откуда оно берется? Это же кто-то в 100 раз увеличивает стоимость ваших позиций, увеличивает риск, дает вам возможность в 100 раз увеличить свою потенциально возможную прибыль. Ответ очень простой. Это делает ваш брокер. Именно ваш брокер, который для вас является маркетмейкером, открывает позиции, по любой позиции, открытой вами на buy, сразу же открывается позиция на sell. Никак по-другому. Именно этим брокером, именно этим маркетмейкером. Теперь вопрос. Если вы постоянно проигрываете, кто выигрывает? Кто выигрывает в этой игре? В этой игре, господа, выигрывает маркетмейкер. Я не издеваюсь, я рассказываю, как есть. Я подскажу, как с этим бороться, и как вы легко можете стать на его сторону, зная правила работы маркетмейкера. Итак, что происходит? Повторяю. Маркетмейкер дает вам такие возможности. Первое. Плечо. Плечо. Например, столько одному. Или даже 200 к 1. При этом, то есть фактически, он дает вам деньги. Дает деньги и возможности. Дает вам выбор всяких инструментов. Дает большой выбор инструментов. Часть из которых достаточно волатильная. Например, золото. Регулирует для вас спред. Считается, что спред формируется автоматически. Заявками. Разница между заявками покупателей, продавцов и так далее. Но вы же понимаете, если в софте все это находится под рукой, особенно если мы говорим о МТ4, под рукой у собственно брокера, то легко очень регулируется спред. Вы никогда не сможете отследить, что там происходило. Это автоматически. Машина сработала, расширение спреда до 10 или до 50 или какие-то другие алгоритмы. За этим всем тоже следит и наблюдает маркетмейкер. Время сработки ордеров. Это все контролируется маркетмейкером. Мы к этому еще вернемся. Я отжимаю паузу и идем дальше. Делаем то, что делает маркетмейкер. В данном случае, те позиции, которые вот там, где вы покупали, он вам уже продал. Причем продал он вам вот эти свои позиции, которые он покупал у вас же. По цене 0.75, например, он вам продал по 0.75,60. Теперь, если вы по 0.75,60 купили, у него он уже вот эту дельту 60 центов. Ну, я утрирую, но я хочу просто, чтобы вы понимали, как это делается. Что вот этих 60 центов уже у него в кармане. Теперь всю дорогу, пока вы будете сейчас вот в минусе и стараться выйти из позиции, усредниться или там продаться, и в конце концов продадите, он у вас же это и купит. То есть работа маркетмейкера происходит вот таким вот образом. Вот у него средние цены. То есть если вот здесь вот, все, что вот тут у него есть, это он купил где-то вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. То есть здесь у него, когда он продает вам уже на максимуме, он вам продает на максимуме. И постепенно, постепенно, за счет усреднений, когда вы продаете, когда все продают, он у вас это все покупает, покупает, чтобы где-то вот здесь у него сформировался хороший блок позиций, и на очередном развороте он вам же с небольшой прибылью это все продал. То есть вся вот эта вот горка, которая происходит, она вся устраивает маркетмейкера. Вы можете работать по той же схеме и должны работать по той же схеме, как маркетмейкер. То есть продавать на максимумах, покупать на минимумах. Но есть один маленький нюанс, и эта схема работает, вот сейчас мы как увидим здесь по этим позициям, время будет работать так же, как и на маркетмейкера, у него просто больше денег и больше времени. За счет чего он дает трейдеру, собственно, плечо? Ну не за счет своих же денег. Свои деньги, уставной капитал, который там создается, все это понятно. Но в основном это деньги как раз тех ритейл-трейдеров, если мы говорим о наших обычных дилингах, там брокерских компаниях, небольших банках. Это, собственно, деньги толпы, это общак так называемый. Вот с этого общака и даются эти плечи. Теперь давайте еще раз вспомним один момент, очень важный, о котором я постоянно буду сегодня акцентировать ваше внимание. Есть несколько факторов, которые позволяют маркетмейкеру всегда побеждать. Это деньги и это время. С первым фактором, деньгами, вы бороться не сможете. У вас никогда не будет такого количества денег, чтобы завалить ваш банк. Хотя одному человеку в истории это удалось. Вы вспомните Сороса, который завалил в свое время фунт стерлингов. Вот, то есть, помните историю, да? Когда договорился этот инвестор с огромным количеством, скажем так, таких же относительно нечистоплотных товарищей с деньгами, что есть критичная масса денег, чтобы сформировалась для того, чтобы завалить даже, чтобы денег у банка Англии центрального не хватило на интервенции, чтобы выровнять ситуацию. То есть, фактически, они упрашивали его не обваливать фунт дальше. Но люди, которые зарабатывают деньги деньгами, они их упросить сложно. Поэтому люди просто сделали свои миллионы и миллиарды, сделали себе имя в истории и так далее. Но это исключение. В нашем случае этого не будет. Поэтому я акцентирую ваше внимание на два фактора еще раз. Это время и это деньги. У вас может быть любая какая угодно стратегия и так далее. Вы видите, какое огромное количество стратегий присутствует в рынке. Все они периодически работают. За какими-то нужно больше следить, за какими-то нужно меньше следить. Но есть одна простая стратегия, которая работает всегда. Потому что так работают все биржи мира. Все брокерские компании зарабатывают на двух моментах. На комиссии. Ну и наши, соответственно, дилинги, брокерские компании по Форексу зарабатывают на съеме вот этих всех денег, которые торгуются в рынке их трейдерами. Людьми, которые у них открыли аккаунты. Теперь давайте еще раз подойдем к тому моменту, которым я хотел сегодня просто поделиться с вами, как идеей, которая давно уже осознанно работает. Это вы будете в плюсе всегда, если будете всегда закрывать плюс. То есть если ваши сделки всегда будут закрываться в плюс. В 100% случаев, правда? Это же просто понять. Как это происходит у маркетмейкера? 100% сделок закрываются в плюс. Есть два фактора, которые этому способствуют. Это наличие денег, достаточных, чтобы работать, держать эту толпу против себя. Это непросто, но это достигается. И времени. Вот эти два фактора, деньги и время, формируют его стопроцентную прибыль. Что можем сделать мы с вами здесь? Для начала надо понять, что вот этих 100 к 1, это именно то, что уменьшает ваши шансы. Если у вас будет кредитное плечо, например, 10 к 1, вы будете работать все-таки еще своими деньгами. Пускай это еще тоже достаточно большое плечо. Но это уже, считайте, ваши деньги. Имеется в виду, что это не столько одному, где вы рискуете таким большим плечом. И тогда время, времени у вас, количество времени, которое вы будете иметь возможность быть в рынке против себя, как это 99,9% времени, позиции маркетмейкера, которые открываются против вас сразу же, а вы по тренду встали, они сразу же в минусе. Но у них есть время и деньги для того, чтобы просто дождаться того момента, когда эти позиции придут в плюс. Это немножко утрировано, я говорю немножко с таким вот, утрировано. Но это именно так. Это именно так и происходит. Потому что если вы посмотрите на любой график любого инструмента, все эти качели все равно заканчиваются где-то в каком-то срединном месте. Вот они качали здесь, раскачали, потом качали здесь, раскачали. Но в целом вот это все находится в серединке. Вот средневзвешенная цена. Если сюда поставить Volume Weighted Price, индикатор, то мы, возможно, даже увидим его сейчас именно в этом месте, посередке. Если я попытаюсь его найти. Ну вот он, VIVAP. Ну он сейчас выше, 0,7550. Volume Weighted Price, цена, взвешенная по объему. Если я добавлю сейчас сюда еще такие вещи, как Volume Weighted Price, вы четко увидите, где была основная месива, основной месиво ордеров. Где покупатели и продавцы в прошлый раз согласились. Вот они согласились на этом уровне. 0,7510, 0,7505 и так далее. Но вот в этом диапазоне, в этом диапазоне, вот здесь, все люди, которые покупали со стопами, они проиграли. Теперь все люди, которые продавали со стопами вот здесь, они тоже проиграли. А цена примерно средняя. Вот она находилась где? Вот эта цифра. То есть наше желание зайти в рынок с минимальным стопом противоречит логике того, как зарабатываются в рынке деньги. Наше желание зайти в рынок с максимально большим плечом противоречит логике того, как можно выжить в рынке и заработать в любом случае, при любом движении цены в любую сторону, как это делают маркетмейкеры. Ваш вход неудачным должен быть только с точки зрения, зрения периода времени, а не точки входа. Чем удачнее вы зашли с точки зрения вот этой схемы работы маркетмейкера, тем меньше времени вашей позиции понадобится для перехода в плюс. Но ничего больше, чем время, деньги, минимальное плечо, которое вам позволит... Ну, конечно, если у вас плечо столько одному, вы не можете против себя сидеть и ждать 200 пунктов. Да еще и вы не знаете, где заходить, так чтобы этих 200 пунктов ждать не приходилось. Понимаете? Но, ребят, на рынке акций плеча 100 не существует. Брокеры рынка акций дают плечо 4 к 1. Пропректори компании рынка акций дают плечо 20 к 1, уже значительно увеличивая риски. Но большинство брокеров дают плечо 4 к 1. брокер-дилеров по рынку акций. И это правильно, потому что там бы вообще катастрофа была. Понимаете, да? Вот. То есть, если строить свою логику, исходя из того, как это, то информация, которую вы сейчас услышали от меня, то она у вас будет абсолютно другой. Вам тогда нужно будет просто-напросто научиться, ну, в данном случае, если мы говорим о работе машины, то просто подстроить, создать такие роботы для себя, которые бы, например, на просадках покупали, на максимумах продавали. Да? То есть, сделать просто эти сканеры элементарные. Я могу даже показать, как это делается. Делается это несложно. Сейчас, где-то делается мой. А, вот он. Смотрите. Давайте сделаем сканер, например, всего, что сильно падает. Нет отражений. То есть, вот мы добавили сканер low. Теперь нужно добавить основной фильтр этого сканера. И нас будут интересовать гэпы. То есть, что-то такое, что очень сильно просело. Вот gap down, например, да? Что мы будем с этими гэпами делать? Это фактически наши ловушки. Это то, что может отследить машина. Когда идет резкий скачок, например, на какой-то новости. Давайте я сейчас перегружу этот день, потому что он уже далеко ушел. Вот. Мы постараемся все-таки какие-то гэпы зацепить. То есть, все промежуточные роботы, которые я могу сейчас включить, в этой системе координат нужно перестраивать с точки зрения того, что они просто должны закрывать прибыль. То есть, эти роботы не должны закрывать убыток. Но как только появляется прибыль, эти роботы должны ее закрывать. Это сделано, причем не всю, например, 30% прибыли. Ну, просто чтобы пока это все ждется, то, что дает плюс, закрывало эту прибыль. Да? Ну, вот как сейчас, оно как бы автоматом, все красиво рисует прибыль и так далее. Но в этой системе координат, о которой я только что рассказал, самое главное, это чтобы вы понимали, что не период времени, когда вы в минусе, для вас проблемный, а как раз тот период времени, когда вы в плюсе, за ним надо следить, потому что этот плюс, ну, если он быстрый, он быстро развернется против вас, его просто нужно закрыть. Да? Давайте я добавлю сюда каких-то сигналов именно, чтобы мы хоть что-то получали со сканера, потому что не во все дни, не во все время есть это. То есть, видите, скальпинг в свое время давал сразу же плюс, мы этот плюс не закрыли, теперь нам нужно будет сидеть, ждать там и так далее. Сейчас я перестрою, быстренько при вас перестрою все эти роботы, так, чтобы плюс закрывался. При этом минус, который нам нужен, понимая, как это все работает, что именно этот минус дает нам в потенциале реальный большой плюс, это уже немножко сложнее вам будет понять, но давайте перестроим просто свое мышление, потому что именно так это все происходит, именно так это работает. Именно в этом, собственно, преимущество, и его очень просто достичь, воспользоваться им, понимая, как все работает. Значит, что я сейчас просто сделаю? Я во всех стратегиях, которые у меня на автомате включаются, я везде поставлю, скажем, take profit, target, ну, пускай там, например, 15 центов, target 15 центов, и закроем 50% позиции. И я везде, конечно же, уберу стопы, потому что в этой системе координат стопы – это как раз то, что работает против вас. Вы потом все, что я говорю, проанализируете быстренько по памяти, и в дальнейшем начнете немножко по-другому думать. Я очень на это надеюсь, потому что сама логика того, что я рассказываю, она неоспорима, и она годами проверена. Лучшие мои результаты продажи максимума в феврале я работал целый месяц 53% за месяц плюс. Там были нюансы, но если вы услышали то, что я говорил про плечо, то всех этих нюансов можно легко избежать. То есть вы будете постоянно в плюсе. У вас не будет 53% плюсов в месяц с плечом 7 к 1, но вы будете всегда в плюсе по результатам месяца. Вот чем петрушка. И поверьте мне, оно того стоит. Так, секундочку, я тут борюсь со стопами. Фух, где ж тут у нас? Ага, вот еще один. Их отловить не так просто. Так. Вроде все. То есть вы понимаете, насколько все в этом мире запущено трейдинга, да? Если об этом никто не говорит. Но ведь именно это и происходит не с большинством из трейдеров, а со всеми трейдерами. Со всеми. И особенно это касается Форекса. Особенно это касается Форекса. То есть в этой системе координат все, что мне нужно делать, это флетить прибыль, которая образовалась. понимаете? Ничего больше. Конечно же, в этой системе координат все, что вы открываете, должно работать на бай. Продавать по этой схеме у вас не получится, у вас точно не хватит денег. То есть вы можете глубоко усреднить позицию, да? Если она байная, то уже самое в принципе можно сделать и по цельной позиции. Но вам просто не хватит или денег, или нервов, потому что сел всегда разворачивается на бай, а бай могут бай разворачиваться на сел, да? Но держать цельную позицию против себя, которая может быть бездонной, я бы не рекомендовал. А вот, то есть то, что мы наблюдаем как бы в этой схеме, это как работает, например, маркетмейкер, он бы посмотрел, да, где позиция минусовая, фунт австрал, да, там навалом падать, я ничего бы не делал здесь. Ничего. С этой позиции делать что-то на покупку рано, потому что она уже залетела наверх, смотрел другую позицию. Вы поймите, у них достаточно времени и достаточно денег, чтобы дождаться движения в любую сторону. Вот и всё. И оно будет. это вопрос времени. И этих сто к одному, двести к одному, это именно то, что ваш лимит времени сокращает пребывание в рынке, потому что этот процент вы не можете выдержать против себя. у вас тупо не хватает денег. Потому что есть ещё один маленький трюк, который используют брокеры всего мира. Ваша equity сокращается на выходные в три раза. то есть если вы бы ещё как-то пересидели эту позицию, да, если вы ещё как-то пересидели эту позицию в буднях с нормальным equity, когда вы, например, уже 50% equity используете, плечо, нужно на ваш депозит, то когда это 6 часов вечера пятницы и вас автоматически предупреждает система, что позиции будут, ваше плечо и всё остальное вот в три раза сокращено на период выходных, вам приходится принудительно закрывать убыток руками, потому что вас бы закрыли просто автоматом. Тоже небольшой такой нюансик, да, который работает против вас. То есть если я поставлю просто на паузу всё, что мы с вами перед глазами видим, и машины не будут закрывать ни прибыль, ни убыток. Единственное, чего мне стоит и нужно здесь сделать, это дождаться момента, когда портфолио из этих позиций перейдёт в плюс. Это всё. Оно в любом случае перейдёт в плюс. Это вопрос времени. То есть я могу, как это делает маркетмейкер, потихонечку добавлять позиции, но если у вас не плечо сток одному, где будут добавлять позиции, в плюсе или в минусе. По тренду все трейдеры будут добавляться в плюсовые позиции, но они все проигрывают. Потому что добавляться имеет смысл в минусовые позиции, по логике маркетмейкера, усредняя цену, и при первом же отскоке, когда это время срабатывает, это все закрывается в огромный плюс. Есть только один нюанс, надо иметь достаточно денег, чтобы держать это все. Понимаете меня? Это просто пример. Я сейчас не говорю о каких-то конкретных конкретики, нюансах. Это все понятно. Это не обучающий вебинар. По идее я должен, я обычно на этих вебинарах показываю, как работает таймор и так далее. Например, то, что мы с вами построили, вот эти минимумы, максимум, брейкауты. Например, я здесь могу поставить, чтобы это было хотя бы начиная с получасового таймфрейма или даже с часового. Меня как раз интересуют вот эти вещи. Вот, 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 вот это вот, вот это еврофунт, вот это залет, это все набай. Вот эти вещи интересны. Вам нет смысла покупать в самом объеме, в самой куче объема. Нет смысла, там уже ничего нет для вас. Но как только что-то улетело далеко, это как тетива лука, как бы далеко вы ее не растягивали, ребят, она все равно сократится, вы никуда не денетесь от этого. Так вот, наша задача взять это на точках этого разлета, на максимуме этих точек, на максимальных точках. Понимаете? Вот то, что происходит сейчас с еврофунтом. Видите? И эти точки в большинстве своем, они касаются предыдущих точек. Видите, вот этого минимума и так далее. Именно оттуда идут отскоки. Но здесь есть разные теории. Кто-то считает, что рынок помнит эти минимумы, кто-то считает, что это бредсевые кобылы, кто-то считает, что есть линии поддержки, сопротивления. Кто-то считает, что есть диапазоны, в которых возможна поддержка, сопротивление. Мы не узнаем этого всего. Я думаю, что истина посередине где-то. То есть определенные программы, алгоритмы банковские, которые в определенных точках просто больше продают, в определенных точках больше покупают. Зачастую эти программы и служат в общем-то обычно являются тем, что начинают мировые финансовые кризисы, когда уровни, куда просаживает цена в связи с тем или иным терактом или войной или еще чем-то, слишком низкие и срабатывает просто слишком большое количество ордеров, слишком большого количества крупных институциональных структур, и все это вылетает в то, что рынок просто тупо проседает надолго. Но потом все возвращается. как раз в этих точках все американские крупные инвесторы, основные мировые, и делали деньги. Они приходили на рынок тогда, когда покупать никто не мог уже и не хотел. Искупали все за бессынь. А потом акции тех компаний, которые сдулись, они искупали. Потом проходит пару лет и люди просто получают реальное увеличение в разы своих капиталов. Эта практика присутствует с точки зрения работы инвестора на рынке акций. Эту же практику можно применять с точки зрения трейдов на рынке Форекс, если вы будете придерживаться тех моментов, о которых я упомяну. Это не может быть ключом только одному, это не может быть краткосрочная торговля. Не может быть. Если вы хотите стабильно зарабатывать, потому что стабильно зарабатывать вы будете тогда, когда будете придерживаться той схемы, по которой зарабатывает маркетмейкер. Именно они зарабатывают стабильно. Именно с ними вы должны учиться зарабатывать. Понимаете меня? Я не открою этот не сделаю революцию в трейдинге это не я придумал. Но если мы сегодня с вами здесь собрались, то я хочу просто с вами этой информацией поделиться. Мне сегодня такая мысль пришла, что нужно рассказать именно об этом сейчас. Потому что 18-й раз или 20-й или 50-й показывать возможности таймора. Я могу сейчас нарисовать кучу фишек у вас через Театвистов. Но это сама технология, если вы не понимаете, что с ней делать, она не приносит результат. То есть в этом всем случае, во всех этих моментах, мы могли бы сделать прямо сейчас сделать один робот, я могу прямо у вас на глазах сделать этот робот, который сразу же будет переводить в плюс вот эти убыточные якобы позиции за долю секунды. Но я понимаю, как это работает. То есть представьте себе, что я бы искал например, какие варианты. Я могу искать пробои линий баланса. Это тоже работает. Или я могу покупать какие-то вот такие крупные просадки. Вот с точки зрения работы по схеме маркетмейкера, покупка пробоя баланса на бар, это уже поздно. Они уже там должны продавать. Они продают. По возможности вышли за прорывом и дальше. Но они продают то, что уже купили. то есть там уже поздно продавать. Понимаете? Вернее покупать. Вот здесь на пробои баланса на бай 99,9% трейдера мира ищут позиции на бай, но не маркетмейкер. Маркетмейкер всю дорогу покупал. Вот здесь покупал, вот здесь покупал, вот здесь покупал, здесь покупал. И если бы цена уходила ниже, они бы еще покупали. Но вот здесь развороте если была уже прибыль, если уже была возможность что-то продать с прибылью, они же не могут это вечно держать. Но то, о чем я говорю вам сейчас, это то, чтобы составить правильно робот, нужно просто понимать, что вы хотите от него. И если вы хотите от него то, что он сделает, и все будет в любом случае так, как вы хотели, но это не принесет денег, то это говорит о том, что ваша система ваша логика того, как вы это все формируете для себя, она в корне неверна, изначально неверна она, понимаете, это логика. А если она изначально неверна, то как бы красиво этот робот не выполнял эту работу, эта логика неверна. Вы не заработаете в долгосрочной перспективе денег, потому что плечо вас убивает. нет. Затси. Окей. Окей. Значит, зачем нужны роботы в данном случае? Я могу быстренько сделать робота, который будет покупать вот в этих моментах. То есть вам не нужно будет искать, ждать, когда оно просядет на новостях или еще на чем-то. Просто если что-то просядет, робот зайдет небольшим количеством лотов. И вы эти позиции увидите у себя на мониторе. Дальше ваша задача уже. Вы можете усреднить их, можете долиться, развернуться, как хотите. Можете просто дать возможность быстро закрыть эту прибыль. Но это все нужно быть в рамках того, как работают эти системы с точки зрения заработка денег. Понимаете? А это то, о чем я с вами говорю сейчас как раз о работе маркетмейкеров. Как это работает с точки зрения тех людей, которые всегда в плюсе, без исключения. Вопрос времени. Хорошо? Хорошо. Так, хоть мы немножко и с вами поздновато начали сегодня, и я еще раз прошу прощения с этими всеми начальными моментами бывает. Я этот вебинарную эту комнату проплатил до конца года, мне просто жалко покупать что-то новое. Будем мучиться. Немного осталось уже. Хорошо, ребята, значит, что я хочу, чтобы вы почитали, посмотрели? сейчас, одну секундочку. Значит, я даю вам, как обычно, ссылки. Первая ссылка – это покупка робота Roboforex. Там штука баксов, он стоит. но что такое Roboforex? Это все роботы, которые вы видите сейчас. Их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, короче, минимум пять роботов у вас будет на все случаи жизни, включая тот, которого здесь сейчас нет на покупку того, что активно улетело вниз. Вторая ссылка – это личный коучинг. Личный коучинг – это то, о чем я сейчас с вами разговариваю, только на протяжении минимум трех месяцев, постепенно, с видеоматериалами, с роликами, с подготовкой, с обучением, с созданием вами стратегии и так далее. Через три месяца вы уже в состоянии сами все это делать. Дальше, ссылка третья – инфобизнес для трейдеров. На этом я хочу остановиться отдельно. Это то, чему я сейчас уделяю 90% своего времени, потому что если вы хотя бы пару лет занимаетесь Форексом, например, у вас есть уже определенные знания, которые вы должны и можете легко монетизировать. Что такое монетизировать ваши знания? Даже если этих знаний у вас еще нет. вы можете и должны, если вам интересна какая-то тема, создавать, начинать создавать свой блог, разбираться, как это все работает и как это все монетизировать. Потому что один-два баннера на хорошо раскрученном блоге могут давать вам 500 баксов в месяц пассивного дохода без разговоров. А такие баннеры, которые висят у меня, например, Fibro Group, Moft этот и так далее, Dukoscopy Bank, эти брокеры дают еще и хорошую IB-программу, по которой я показывал, у меня были месяцы 500, 700, 600 долларов каждый месяц, ничего не делая, вообще ничем не занимаясь, приходится этих программ. Значит, вот эта ссылка, которую я вам дал инфобизнес для трейдеров, почитайте ее тоже внимательно, там, по-моему, 160 долларов стоит этот курс. Будет 4 или 5, по-моему, 5 там вебинаров больших, как это все делать с нуля, как монетизировать, какие плагины нужно ставить, там, и так далее. Да? То есть, пока мы с вами здесь сидим, разговариваем, я вижу, что люди заходили на блог по таким-то темам, например, вот из Москвы человек смотрел статью индикаторов «Форекс инкорсвим», из Петербурга смотрел, как найти беспроигрышную форекс-стратегию, из Украины лучшие индикаторы «Форекс», вот, скачайте книгу для начала, то есть, я вижу, что происходит с блогом, кто заходит, куда, от чего, и каждая вот эта ссылочка, каждый вот этот вот клик, он потенциально работает на меня в пассивном варианте. Это обязательно то, что должен каждый человек, который проводит время за компьютером, он обязательно должен понимать, как это время монетизировать. Если вы не монетизируете свое время, а просто тупо торгуете, ребят, это путь в никуда, потому что вы всегда будете зависеть от результатов своего трейдинга, а это тоже путь в никуда. Вы не должны зависеть от того, что вы там заработали сегодня на трейдинге. Да, это прекрасно, хорошо, что вы можете заработать 100, 200, 500 долларов в день, не вопрос, в зависимости от того, какие у вас деньги. Но вам все это время нужно торговать, а вы не молодеете с каждым годом, поверьте мне. И через 10 лет у вас энтузиазм поуменьшится. Тогда как начал изучать тему, о которой я говорю, создание пассивного дохода в интернете, уже через полтора года, год, 500 баксов как с куста с этого блога вам будет падать. А в процессе вы узнаете, что еще не только с блога это можно делать. Есть огромное количество всяких систем. Зачем это я говорю? Затем, что машина работает за вас, время работает на вас, но это время должно пройти. Что же вы будете сидеть целый день втыкать, ждать, пока эта позиция перейдет в плюс? Зачем? У вас есть время, у вас есть интернет, зарабатываете, это легко делается. Это легко делается, когда вы уже научились, когда вы понимаете, как это работает, как привлечь трафик, что такое конверсия, CPI, CPC и так далее. То есть огромное количество всяких там терминов. Но когда вы это все осваиваете, ну, это совсем другое, вообще другая тема. И она намного более правильная. Почему? Потому что это вещи, которые дают вам пассивный доход. Я в этот блок могу вообще не заглядывать. Он все равно будет приносить деньги каждый месяц. Он уже настроен. Понимаете меня? Я хотел бы, чтобы вы к этому тоже обратили свое внимание. Поэтому просматриваем первую, вторую, третью ссылку, у кого есть желания, деньги и возможности, стучитесь по скайпу. Будем общаться. Скидки, конечно, да. Процентов 10, не больше. Сейчас не вижу смысла особо разбрасываться. Это мой скайп. На этом все на сегодня. Спасибо всем, кто в этот вечер был со мной. Очень надеюсь, что это принесло вам какую-то пользу. До следующих встреч. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова